Цена на продукты первой необходимости на контроле парламентариев. Это доручение старшине Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь Натальи Качановой. Один из буйных магазинов у Агрогородку Буйниче Могилевского района наведал сенатор Олег Дзьяченко. Это магазин один из буйных у Агрогородку Буйниче. В среднем за день тут отоваривается тысячу человек. Удачный сезон у двоя больше. Даришь и за каждым сенатором замоцываны певные гандлевые сетки. Этот магазин я периодически один раз в месяц посещаю, мониторюю здесь товары, которые находятся в продаже. Ну и затем сравниваю ценовую линейку, насколько поднялись цены или есть акционная политика. Они могут снижаться на некоторые товары. Подчас рейду, по-перше, звертают увагу на наявность товара у первой необходности. Мы проанализировали ассортимент товаров, установили, что он достаточно разнообразный. Все продукты питания, которые граждане покупают в своей обычной жизни, они представлены в широком ассортименте. Есть и соль, и гречка, и сахар, и масло, и мясо, и говядина, и свинина. Поэтому я думаю, что и граждане должны быть довольны. На полицах магазина товары як айчинных, так и замежных вытворцев. Несколько недель наблюдался незначительно повышенный спрос на такие товары, как мука, сахар. Но эти товары, данные товары, подвозились своевременно, и пустых полок в магазине не было. На данный момент ажиотаж уже спал, и, ну, как бы, работаем в определенном штатном режиме. Обовязково звертая увагу сенатор и на цены. Рост цены идет незначительный, потому что, собственно говоря, увеличиваются расходы на транспортные средства, на энергоносители. Поэтому здесь закладывается соответствующая такая минимальная надбавка. Поэтому это не критично. Завышение цен не установлено. Есть некоторые колебания, но это в разных торговых сетях. Оно устанавливается в зависимости от того, какая это торговая сеть. Мне кажется, по сути дела, цены не поменялись. Если там надо какую-то копеечку, и все. Ну, я вот так вот посмотрела по ценам, и все. Ну, конечно, фрукты немножко больше подорожали. На полицах есть и акцийные товары. Например, аллей белорусской вытворчести. Акции у нас на регулярной основе двухнедельная проводятся. Сегодня акция выходного дня. И желтых ценных по магазину очень много. Это все акция, поэтому покупатель может приобрести товар со сниженными ценами на регулярной основе. Для пенсионеров денежуют социальные изнижки на 10%. А так само изнижки по картах-партнерах. Мониторинг парламентариями цен на харчовые продукты и леки у регионе протягивается. Кап недопустительнее брунтованного росту цен. Сергей Пеклин, Миколай Соболев, Новины региона.